Всем привет! Сегодня речь пойдет о цифровых оптических приборах от компании Сайтонг. У меня на столе один тепловизионный прицел, один прицел ночного видения и один тепловизионный монокуляр. Мы посмотрим с вами, что в этих приборах интересного, а поверьте, интересного там много. Рассмотрим обязательно комплектацию, ну и также в целом пробежимся по характеристикам, посмотрим, что приборы из себя представляют. Поэтому не будем терять ни минуты, давайте поехали! Пару слов про бренд Сайтонг. Если кто вдруг не знает, это китайская компания. Начала свою историю компания с производства приборов ночного видения. Сейчас они выпускают также и тепловизионные приборы. Продукция компании хорошо известна по всему миру, да и в том числе у нас в стране. Сам факт того, что продукция компании уже на протяжении многих лет востребована, говорит о очень хорошем качестве. И вот, наконец, они добрались до нас. Прежде чем мы перейдем к самим приборам, хочу отметить, что если вам понадобится информация, которую вдруг по каким-то причинам я в ролике не озвучил, мы оставим ссылки на данные приборы в описании к этому видео и в закрепленном комментарии. И вы всегда сможете по ним перейти, то есть и посмотреть информацию, которая интересует именно вас. Начать я хочу с тепловизионного монокуляра Сайтонг XS-03 LRF. Данный прибор существует в двух вариациях, то есть это у нас сейчас на столе прибор с 35 линзой, а также существует прибор с 25 линзой. В принципе, функционал и изготовление у них, комплектация, коробка все абсолютно одинаковое. Единственное, что есть разница в объективах. Базовая кратность данного прибора 2.8, но имеется также цифровой зум до 8 крат, что, в принципе, для этого прибора с его разрешением вполне себе достаточно. То есть больше уже картинка будет сыпаться, и я, в принципе, понимаю, почему ребята из Сайтонг сделали именно 8 крат. И первой особенностью данного прибора является его сенсор. Сенсор здесь размером 384 на 288. В принципе, один из самых распространенных вариантов. Температурная чувствительность сенсора у нас меньше или равно 30 мили кельвинов. Чтобы вы понимали, это практически топ. Топ у нас, если мне не изменяет память, это 25. Почему этот параметр невероятно важен? Потому что, когда разница температуры наблюдаемых объектов минимальна, например, у нас идет дождь, или у нас просто холодная погода, снег, то тепловизионный прибор с меньшим значением температурной чувствительности покажет более детализированное изображение. Иногда даже покажет те детали, которые будут просто недоступны тепловизионному прибору с более высоким показателем температурной чувствительности. Поэтому этот параметр очень важен. И в тепловизорах Сайтонг, в принципе, стоят сенсоры, у которых этот параметр 30, соответственно, меньше или равно. Следующей особенностью прибора можно выделить его линзу. Изготовлены линзы из Германии. Ну и что, спросите вы, скажете, что практически все современные тепловизионные приборы используют германиевые линзы. И я скажу вам, что вы правы. Но есть одно но. На заводе компании данные линзы производятся с нулевым допуском. То есть абсолютно никаких отклонений. Что это дает? Вы можете быть уверены, что картинка в вашем приборе всегда будет без искажений, каких-то хроматических аберраций, то есть и прочего. То есть за качество линзы можно не переживать. Куда же у нас выводится изображение? Изображение у нас выводится на AMOLED-дисплей с диагональю 0,39 дюймов и разрешением 1024 на 768. Такое разрешение для такой диагонали экрана вполне достаточно. И при этом, ну, естественно, вы можете подогнать его под себя, используя диаптринную настройку. Это позволяет получить детализированную картинку. Причем частота обновления дисплей 50 Гц. То есть изображение будет всегда плавное и без рывков. Что интересного по функционалу есть у данного прибора? У данного прибора имеется лазерный дальномер, который при этом еще и встроен в оптический канал и позволяет выполнять, вернее, измерения на расстояние до 1200 метров, что будет особенно полезно. Просто тем, что вам не нужно носить с собой какой-то дополнительный прибор, дальномер уже здесь есть. И вообще в целом, в чем преимущество тепловизионного монокуляра, например, перед тем же тепловизионным прицелом? В том, что вот этот малыш весит всего 300 грамм. Ну, 308, если быть точнее. И если вы, к примеру, на той же вышке, да, вы высматриваете зверя, то вам гораздо приятнее, да, если можно так выразиться, будет держать 300 грамм в руках, чем, например, карабин, на котором еще и установлен тепловизионный прицел. Поэтому здесь, я думаю, все понятно. Дальше. Что из интересного еще? Функция Image Detail Boost. То есть это функция улучшения изображения. Она устраняет шумы и устраняет размытость, если таковая появляется для того, чтобы вы могли видеть более четкое детализированное изображение в сложных условиях наблюдения. Что у нас по цветовым палитрам? В принципе, что в тепловизионных монокулярах, что в тепловизионных прицелах от компании Cytone предусмотрены 5 цветовых палитр. Это White Hot, палитра, которая подчеркивает белые объекты, делает их более заметными. Это Defog, который помогает устранить туман и дым, улучшая видимость. Black Hot, лучше всего подходит для наблюдения за темными объектами. Red Hot, лучше всего подходит для обнаружения, как ни странно, теплых, да, объектов. Ну и Fusion это универсальная палитра, которая сочетает в себе преимущества других цветовых схем. То есть, еще раз повторюсь, на всех тепловизионных приборах от компании Cytone они абсолютно одинаковые. Также из интересного в плане функционала прибор оборудован лазерным целеуказателем, что полезно будет как для охотников, так и для специалистов различного рода. То есть для охотников, ну вы, к примеру, можете подсветить животное ночью коллегам, например, с ночной оптикой, а специалистам, например, можно оперативно указать на какой-то там объект, да, который имеет там тепловые потери, к примеру, или еще что-то. Также по функционалу у нас имеется функция Hot Tracking. Hot Tracking – это отслеживание самой горячей точки. Эта функция будет очень полезна при отслеживании какого-то быстро движущегося объекта, особенно в условиях плохой видимости. Ну и какой современный прибор, да, можно представить без подключения к мобильным устройствам. Здесь это также реализовано при помощи Wi-Fi, то есть прибор коннектится к телефону, его можно вообще использовать как, например, выносное средство для наблюдения. То есть поставили где-то на штатив, для штатива имеется специальная резьба стандартная, поставили на штатив, присоединили к телефону, то есть сели там, где вам удобно, и через экран телефона наблюдаем за обстановкой, за местностью, выслеживаем все, что хотим выследить. И для питания у нас используется аккумулятор по типу 18650. Аккумулятор у нас идет в комплекте емкостью 3500 мАч, и при этом хочу сказать, что очень хорошо, что его сделали вот таким вот сменным и, скажем так, легко доставаемым, да, по той простой причине, что, ну, во-первых, вы можете докупить необходимое вам количество аккумуляторов и использовать их вот как батарейки. То есть если у вас предполагается какая-то длинная сессия наблюдения, не знаю, там всю ночь он у вас будет работать, например, вот вы хотите вот записать там что-то, да, очень-очень длинное, то есть вы просто можете как батарейки менять эти аккумуляторы. Это первый момент. Второй момент, то есть все мы знаем, что аккумуляторы со временем имеют свойство терять свою емкость, и поэтому после определенного периода, ну, в любом случае емкость аккумулятора после, я имею в виду, периода использования, емкость аккумулятора уменьшится, то есть мы просто меняем его на новый и все, и получаем то же самое время работы, да. Но при этом, говоря о питании, хочется отметить еще один вариант банально через Powerbank, причем заряжать можно также через Powerbank. Для этого на боковой стенке прибора имеется у нас под заглушкой порт Type-C. Рядом расположился порт Mini HDMI. Это то, о чем я говорил, то есть можно подключить HDMI к Mini HDMI, то есть использовать какие-то внешние, например, мониторы, или подключить, ну, в общем, практически куда угодно можно данный прибор подключить. Все это находится под резиновой заглушкой, потому что прибор имеет класс защиты от воды и пыли по типу IP65. IP65 подразумевает, что прибор защищен от пыли и струи воды, направленных из разных направлений, но при этом, если все это свести к обычным, ну, скажем так, типичным условиям, то это легкий дождик. От легкого дождика защитить от чего-то более серьезного уже нет, уже потребуется класс защиты повыше. Но в целом, то есть этого, в принципе, вполне достаточно, при условии, что вы не собираетесь с этим прибором нырять куда-то там под воду и проверять, действительно ли рыбы настолько хладнокровны, насколько о них говорят. Прибор поставляется у нас в картонной коробке. В коробке у нас документация, блок зарядки, ну и шнур. Следующий прибор, про который я хочу рассказать, это уже тепловизионный прицел, сайтонг XM03 LRF. В данном случае на карабине у меня установлен прицел с 35-м объективом. Также имеется 50-я линза, значит, что сразу мне лично бросилось в глаза, это то, что фокусировка сделана в виде отдельного барабана на верхней части этого прицела. Все та же матрица, которая была установлена и ранее в монокуляре с разрешением 384 на 288. Это вполне, ну, как я уже говорил, это одна из самых популярных матриц. То есть, если вы посмотрите там сводную табличку, да, по матрицам, которые устанавливаются в тепловизоры, вы обнаружите, что подавляющее большинство именно с таким размером матриц идет. Все это позволяет получить невероятно детализированную качественную картинку. А я уже говорил, что, в принципе, приборы сайтонг, они очень сильно удивляют именно качеством картинки. То есть, ну, вот опять вы видите на своем экране картинку с этого прибора. Давайте по общим функциям я сразу пробегусь. То есть, у нас также картинка с матриц передается на AMOLED-дисплей. У него точно такая же диагональ на 39 дюймов и точно такое же разрешение 1024 на 768. Точно такой же я имею в виду, как и у предыдущего монокуляра. Для того, чтобы, к примеру, этот яркий объектив как-то вас не демаскировал в темноте или еще что-то. То есть, у прибора есть, естественно, функция ожидания. То есть, когда мы не выключаем прибор, а просто уводим его в сон. Сенсор имеет спектральную чувствительность от 8 до 14 нанометров. По тепловой чувствительности точно так же меньше или равно 30, как и у монокуляра установлен ЛЦУ. Я уже говорил, для чего он нужен. А, забыл. Самая, наверное, интересная особенность этой вообще линейки прицелов. Ну, я имею в виду XM03, да, что в 50-й линзе, что в 35-й. Это баллистический калькулятор. То есть, вы вводите необходимые данные по типу высота над карабином и прочее. И у вас прямо в режиме реального времени появляется дополнительная марка, которая показывает, соответственно, вам точку прицеливания. Сейчас на экране вы видите все это, как работает вживую. И я думаю, многие со мной согласятся, что это очень удобно будет, особенно при стрельбе на дальних дистанциях. С учетом того, что у прибора имеется встроенный гироскоп, который показывает нам углы крена и тангажа прицела. Все это выводится, вся эта информация в режиме реального времени на дисплей. Базовая кратность прицела у нас 4. И также прицел имеет функцию цифровой кратности до 8 крат. Прибор имеет 8 прицельных сеток и 10 профилей пристрелки. Имеется довольно распространенная картинка в картинке, но функция, тем не менее, очень полезная. Позволяет нам рассмотреть наблюдаемый объект вблизи, не сужая наше поле зрения. Также, как и в дальномере, у нас присутствует функция Wi-Fi. То есть мы можем подключить прибор к смартфону и использовать его как камеру для внешнего наблюдения. Но не только к смартфону мы можем его подключить, а также и к внешнему монитору, либо просто к монитору, к телевизору, к чему угодно, потому что имеется порт mini HDMI. Имеется лазерный дальномер, который способен работать на дистанции до 1200 метров. Причем он интегрирован в общую оптическую базу, то есть что удачно сочетается с конструкцией, на мой взгляд. Имеется у нас из интересного режим непрерывного сканирования, который позволяет оперативно получать информацию о движущихся каких-то объектах. Режимов отображения у нас 5, как я уже и говорил, когда рассказывал про монокуляр. Останавливаться на этом не будем. Прибор имеет металлический корпус, что не могло сказаться на его весе. То есть если монокуляр у нас 300 грамм весил, этот красавец у нас весит 660 грамм. Но при этом металлический корпус позволяет защитить электронику, ну и вообще в целом сам прицел от ударных нагрузок. Тепловизор у нас защищен по стандарту IP66. То есть если вы помните, монокуляр у нас был по стандарту IP65. В чем же отличие? В том, что данный прицел уже можно использовать под сильным проливным дождем. То есть если здесь я говорил, что это легкий дождик, здесь уже полноценный такой ливень этот прибор выдержит. Для передачи данных и для зарядки у нас используется порт Type-C, который также как и HDMI mini у нас скрыт под резиновой заглушкой. Питается данный прибор также от аккумулятора по типу 8650. Я уже это тоже говорил, что в принципе все приборы здесь так питаются. Его также можно заряжать через Powerbank и все сопутствующее. И мы, наверное, с вами подошли к одной из самых-самых интересных особенностей данного прибора. Это ударные нагрузки. Данный прибор по заявлениям производителя выдерживает ударные нагрузки до 10 тысяч джоулей. До 10 тысяч. И при этом, несмотря на то, что прибор от китайского производителя, то есть это не какие-то китайские джоули, которые, как вы знаете, мы привыкли видеть на Powerbank, если пишут, что 40 тысяч мАч, то это китайские 40 тысяч мАч, потому что по факту там 35, а то и меньше. Так вот, здесь это не китайские 10 тысяч джоулей F7 привычные, потому что на заводе установлены специальные установки для тестирования приборов. Каждый прибор тестируется на ударную нагрузку и проверяется его работоспособность после этого. То есть сейчас вы даже можете видеть на экране, как это делается. Поэтому прибор подходит абсолютно для любых, наверное, мыслимых и немыслимых, ну, я имею в виду адекватных охотничьих калибров, да, то есть абсолютно на любое оружие охотничьи его можно поставить. Что у нас по комплектации? Комплектация у данного прибора уже поинтереснее, чем, например, у того же монокуляра. То есть уже у нас имеется жесткий противоударный кейс. В комплекте у нас, кроме кейса, блок зарядки и USB на USB Type-C для зарядки и передачи данных на компьютер. Также в комплекте поставляется кронштейн для вивер Пикатинни. Причем этот кронштейн не требует каких-либо доработок, то есть он ровный, да, то есть он пригоден сразу для использования, так сказать, из коробки. Друзья, мы часто видим от вас комментарии по типу называйте сколько стоит, там говорите цену и так далее. Для того, чтобы вам в первую очередь было удобно и для того, чтобы вы всегда получали актуальную и самое главное корректную информацию, мы оставим ссылки на все приборы в описании к этому видео и в закрепленном комментарии, перейдя по ним, вы всегда сможете посмотреть актуальную цену на текущий момент времени. При этом вы можете также ознакомиться с характеристиками более подробными, которые по тем или иным причинам, то есть в этом видео не были озвучены, ну, например, габариты, да, в целях просто экономии вашего времени. И также, друзья, у нас для вас отличная новость. Мы подготовили промокод на скидку аж целых 15%. Промокод вы сейчас видите вот здесь внизу экрана, также он будет, естественно, в описании, в закрепленном комментарии. И этот промокод, друзья, действует всего две недели с момента публикации этого видео. А мы переходим к заключительному на сегодня оптическому прибору от компании Cytong. Это ночной прицел HT60. Я очень часто слышу в последнее время, что зачем вообще сейчас производители делают ночники, если есть тепловизионные приборы, причем, ну, абсолютно, да, разной ценовой категории. А я вам скажу, что концептуально это два вообще абсолютно разных прибора, используются для разных задач. Ну, к примеру, если неоспоримым плюсом тепловизионных приборов является дальность обнаружения, да, то есть мы за километр, иногда за два при полной темноте можем обнаружить, что вообще что-то есть там, да, то есть будь это там какой-то автомобиль или еще что-то, да. В ночной прицел, конечно, мы такого не можем сделать, но он обладает рядом других преимуществ. Как то, например, мы же знаем, что тепловизоры не работают, если смотреть через стекло, то есть, например, при движении там в том же самом автомобиле, да, мы не можем осматривать окрестности в тепловизор, потому что, ну, у нас просто не будет никакой картинки. В ночной же прицел нам это позволяет сделать, это, ну, один из примеров. Второй пример, то есть вы, например, не заметите в тепловизор там проволоку под ногами, да, потому что, ну, она просто будет одной температурой с окружающей средой. В ночник же, то есть, ну, при должной сноровке, да, то есть это все видно. Ну, давайте перейдем к самому прицелу HT60, значит, что из интересного? Ну, во-первых, стоит отметить, что этот прицел цифровой. Если ранее у нас прицелы, ну, в не таком, скажем так, далеком прошлом, прицелы ночного видения, они использовались исключительно ночью, да, и даже, скажем так, свет, например, там от фар, да, автомобиля мог повредить, то есть сенсор прицела, приходилось его беречь и, соответственно, использовать только, да, в темноте, то цифровые версии уже у нас лишены такого недостатка и делают данный прицел универсальным. То есть его можно использовать как днем, так и ночью. И если, ну, мы открываем вот, например, сейчас, да, объектив, у нас попадает тут свет, то ничего не будет с этой матрицей, не надо за это переживать. Второй момент, про который хочется сразу сказать, который бросается в глаза, это габариты и вес самого прибора. Если вы видите, он очень компактен, гораздо компактнее, чем предыдущий тепловизор и весит он 420 грамм, то есть всего на 100 грамм больше, чем монокуляр, про который я рассказывал в самом начале. Это не может не радовать. Прицел имеет 2 кратности, 6,5 для более широкого угла обзора и 13 для более детального прицеливания и, ну, в принципе, да, то есть для работы на более дальних дистанциях. Сенсор у нас здесь SMOS от Sony, CMOS, ну, кто как говорит, с разрешением 1920 на 1080. Изображение у нас выводится на AMOLED-дисплей, такой же, в принципе, как и во всех приборах, то есть с разрешением 1024 на 768. То есть днем мы работаем с прицелом и видим яркую, цветную, хорошую, качественную картинку, а ночью у нас, соответственно, работает прицел в ночном режиме, то есть мы смотрим в него как в ПНВ. Для работы ночью в условиях, когда чувствительности самого прибора не хватает, ну, например, у нас безлунная, там какая-то ночь, в общем, света нету и, соответственно, если нет света, то и прибору нечего регистрировать. Для этого у нас, чтобы избежать такой ситуации, у прибора имеется собственный блок подсветки, инфракрасная с длиной волны 940 нанометров. Причем у подсветки этой три уровня яркости и также имеется возможность фокусировки, потому что, ну, фокусировки луча я имею в виду, потому что имеется отдельная своя линза выдвигаемая. ИК-подсветка у нас работает на дистанции до 200 метров, даже на максимальной мощности, то есть при включении подсветки у нас ничего не засвечивается и при этом, благодаря такой длине волны, то есть подсветка остается невидимой для животных. По внутреннему функционалу у нас имеется 7 прицельных сеток, также имеется режим без сетки, то есть когда мы полностью можем ее выключить, имеется 5 профилей пристрелки, то есть мы можем пристрелять данный прицел для 5 различных ружей и калибров. Естественно, имеется, как и во всех остальных приборах, функция Wi-Fi, имеется у нас mini HDMI для того, чтобы мы могли какой-то внешний монитор подключить. Ну и в целом, в принципе-то, так как и остальные приборы, этот прибор может использоваться в качестве выносной камеры наблюдения, но уже надо понимать, что со своими особенностями, потому что это ночной прицел. Все порты у нас, кстати, закрыты с помощью винтовой заглушки на резьбе. Под резьбой у нас имеется слот для карты памяти, порт Type-C для зарядки и передачи, соответственно, каких-то медиафайлов, ну и mini HDMI. Тут же на боковой стороне у нас имеется небольшая планочка для установки, к примеру, какого-то небольшого коллиматорного прицела. Объектив точно так же, как и на других приборах германевый, но уже 16 мм. Как и в тепловизионном приборе, у нас имеется отображение, у нас имеется, вернее, встроенный гироскоп для отображения крена и тангажа, соответственно, оружие с прицелом, которое выводится в режиме реального времени на экран. Пыль и влага защищен по стандарту IP67. Я напоминаю, у нас в монокуляре было IP65, в тепловизионном прицеле IP66, то здесь IP67. Что это подразумевает? Это подразумевает под собой не только сильный ливень, но и прибор может выдержать недолгое погружение под воду. Как, к примеру, при штурме водных каких-то преград, то есть вы подскользнулись, упали, и с прибором ничего не произошло. В приборе имеется интегрированный лазерный целеуказатель. Но, естественно, прибор по функционалу у нас поддерживает запись фото и видео, значит, поддерживает карты памяти до 128 гигабайт, но стоит понимать, что в комплекте карта памяти не идет. Питается точно так же от аккумулятора 18650, я уже говорил об этом, можно заряжать его через Powerbank. Из полезных очень функций, которые, ну, лично мне очень нравятся, да, это у нас режим ожидания, ну, или режим сон, кто как называет. Опять-таки, особенно в ночном режиме, да, при полной темноте, то есть у нас экран очень яркий и может, например, демаскировать стрелка. Поэтому, чтобы этого не случилось, то есть мы можем поставить в режим ожидания. Ну, и вдобавок ко всему, то есть данный режим экономит просто-напросто аккумулятор. Время непрерывной работы от аккумулятора, который идет в комплекте, у нас заявлено производителем 6 часов. По комплектации прицел у нас поставляется в фирменной картонной коробке, в комплекте противоударный чехол. И, что самое интересное, у нас в этом противоударном чехле находится еще и матерчатый мешочек. Я лично не совсем понимаю, зачем и то, и то, как бы, да, класть. Но спасибо Сайтонг за это. Планка Viver Picatinx, лалфетка для протирки оптики, блок для зарядки, ну и кабель USB Type-C на USB 2.0, то есть для подключения либо зарядного устройства, ну, блока я имею в виду, либо для подключения к компьютеру и другим приборам. В целом, можно сказать, что оптические приборы от компании Сайтонг нас приятно очень удивили. Ну, во-первых, очень редко можно встретить прибор, я имею в виду, например, тепловизионный, да, с ударной нагрузкой 10 тысяч джоулей. Это во-первых. Во-вторых, то есть я еще раз повторюсь, что качество картинки, ну, вполне возможно, то есть те кадры, которые вот мы вам сейчас показывали, они пережаты еще компрессией YouTube, и не настолько, да, то есть прям понятно, как прибор показывает. Ну, поверьте, изображение очень качественное, очень чистое, то есть в него смотреть невероятно приятно. И я когда первый раз взял прибор, то есть включил его, посмотрел, я прям был удивлен, что, вот я сказал, вау, посмотри там, другу, да, говорю, посмотри, какая картинка. Очень круто, очень рекомендую, просто вам хотя бы даже прийти там в магазин, да, и посмотреть, как он, как это вообще все выглядит. Также хочу напомнить, что по промокоду у нас сайтонг 15, скидка аж целых 15%. Промокод будет действовать две недели, потом уже нет, а учитывая, ну, стоимость приборов, да, не маленькую, это промокод очень выгодный, поэтому спешите, если вдруг вы планировали приобрести себе какой-то оптический цифровой прибор. Если вам интересна какая-то более детальная информация по типу габариты, по типу материал там изготовления и прочее, 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 я напомню, что ссылки на данные приборы мы оставим в закрепленном комментарии в описании к этому видео, вы всегда можете перейти и просто ознакомиться. Ну и спасибо всем за просмотр, если вдруг остались какие-то вопросы у вас, обязательно пишите, мы постараемся на все ответить, мы все читаем, и спасибо вам за просмотр, всем пока, пока.